Вопрос в том, что мы с Женей познакомились в 80-м году. Он уже несколько лет как закончил фистех, я только что закончил фистех. В 80-м году у нас мозги, и мы выдрессированы с тем, чтобы все в уме подсчитывать, верить фактам, законам, искать. Поэтому мы прошли Женей лучшую школу. Это отчасти нас сближало. На фистехе мужчины, они доминируют, их 90%, женщины редкость. Называют друг друга по-простому, мужики. Большая часть преподавателей это светило науки советской. Сейчас до сих пор эта традиция сохраняется. К сожалению, фистех сейчас помер. Помер там, но в наше время мы лично учились у нескольких академиков и лучших ученых. Вот и я прошел свой путь философско-духовный, уже какой-то начальный. Женя прошел свой большой путь. Естественно, у нас была колоссальная общность, пережитая в офисеевском опыте. Мы сразу стали общаться. И вот из этого общения у нас еще общий друг Андрей Гостев. Он доктор психологических наук. В Институте психологии до сих пор работает. И вот такая три богатыря русских. Мы стали ездить, общаться на различные семинары. Мы стали ездить на европейские конференции, европейские трансперсональные ассоциации. Тогда она была только еще зачаточная. То есть раз в четыре года проводились слабенькие конференции. Ну и такие вот между собойщики. И наше явление европейское трансперсональное мысообщество было всегда феноменом. То есть мы там активно участвовали в концертах, по традиции Еврота, душа Европы. И мы за Россию так, мы мочили мировой империализм, боролись за честность в трансперсональных науках. И когда пришло время, мы созрели, ситуация созрела. Мы, вот Женя, я, Андрей Гостев, бывший здесь Бронислав Финогродский, потом может быть вы слышали, Володя Баскаков такой был, и кто-то еще у нас был. Мы создали фонд трансперсональной психологии. И Женя был избран президентом этого фонда, он до сих пор является президентом. А Нина Николаева. Нина Николаева тогда была главный администратор, директор центра «Открытый мир» на Белорусской. То есть она тренинги все. Тренинги все, вот первые, исторически первые тренинги в Москве. То есть вот, собственно говоря, можно сказать, с нас началось все. Тренинги, тусовки, Нью-Эдж, трансперсональная психология, там как-то мы стояли у истоков. Поэтому, ну вот, человек, вот этот вот сидящий здесь в окружении компьютеров, техники, меня поражало вообще мастерство Жени, вот эта фестерская, ваять своими руками технические девайсы. Вот это мастерство, которое характерно Тесле, там из ничего создавать какие-то уникальные приборы, которые электричество извлекает непонятно из чего, и такая бесплатная энергия. И вот, мне кажется, Файдеш вот из этого разряда изобретателей, визионеров. И когда вот все это стало оформляться, Женя выписал поначалу свою первую книжку, там об измененных состояниях сознания, брошюрка такая была, я помню. Да, со Шриянтрой нам. Да, со Шриянтрой там вот такая вот события была, ну первая российская книжка на эту тему там. А потом вышел шедевр Жени, вот раннего Файдеша, «Мистический космос», книжка 500 страниц, где там даются карты мистических путешествий. Ну и потом пошло там гиамантия, такая энергетические места. Женя разработал такой приборы для того, чтобы проделывать сканы. Я помню, как вокруг него собирались толпы транспарционологов из разных стран Европы с тем, чтобы он просканировал вот эту местность, этот холм, этот храм там. Кстати, сегодня просканировал там, да. И он создал программы на эту тему там. Ну и в общем много-много-много чего. Много такая смесь техники, визионерства, точного научного метода. Ну и еще другое хобби Файдеша – это путешествие, конечно. Он изборозил, ну во много-много раз больше, чем любой сидящий в этом зале планету Земля, посещая в основном, конечно, самые-самые места особые, насыщенные традиции, ну вот акунктурные точки планеты Земля, места силы. И я думаю, что вот свои карты мистического космоса, личные, индивидуальные, выстраданные, которые он пропутешествовал с Женей, поделится с нами. Поприветствуем. Ну я, конечно, хочу тоже поблагодарить Володю. Мы с ним уже как бы кармически связаны много-много лет. И, конечно, всегда приятно выступать на этой конференции, потому что здесь люди собраны, которые действительно об этой проблеме думают, которые в теме трансперсональной психологии. То есть такой вот все-таки относительно узкий круг единомышленный, к сожалению, сейчас времена хаоса, кали-юги, и, конечно, людей, которые к чему-то серьезно относятся, которых не клиповое сознание реально найти очень сложно. И вот, конечно, это всегда в каком-то смысле подарок судьбы, вот выступать перед такой аудиторией, которая глубоко хочет въехать в тему. Ну, главное — хотеть. А дальше уже будет получаться, как ситуация сложилась. Ну и я, значит, просто кратенько скажу, что хотим сегодня рассказать. Значит, вначале я расскажу такой достаточно сложный материал, связанный с верхними чакрами и методами концентрации. То есть это вот те самые инструменты, которые являются необходимым элементом реального творчества. Ну, опять же, это адаптированные методики, базирующиеся на тантрических практиках, на йоге, как бы, из индийской традиции. То есть я там работаю из китайской, из тибетской, но как бы все сразу не расскажешь, поэтому угло на это сделаю. Потом я вам расскажу про вот нашу эту экспедицию на Крит последнюю, которая совпала с восьмым православным собором. Вот, опять же, почему этот собор интересен, потому что по всем древним пророчествам на нем уже должен присутствовать в плотном теле Антихрист. С чем вас и поздравляю. Было выявлено годы. Уже состоялось явление, да? Уже состоялось, да. Ну, то есть он как бы без бейджиков был. Вот это новость, а? А мы-то думали, селение, все вот там. Вот, и обратим. Конечно, покажу сканы. Вот, ну и что интересно, вы просто по датам посмотрите. Значит, он был в начале июля, после этого теракт в Ницце, попытка переворота в Турции, то есть везде город Крупов. То есть это говорит о том, что, по-видимому, значит, эти вот потусторонние сущности прорвались в наш астрал, в наше пространство, ну, а им, естественно, кушать много. И вот эти все массовые убийства, теракты, это способ кормежки. И вот резкое количество терактов, убийств после этого момента там усилилось. А где он проявился? Что у вас на критике здесь? Он на критике проходил. Я вам расскажу подробно про это дело. Ну и там тоже, конечно, проблема достаточно интересная, связанная с православием, с христианством вообще, под этим взаимодействием. То есть как бы вещи актуальны, потому что мы сейчас в этом живем. Ну и сами понимаете, приход Антихриста или там Шамбалинская война. Разные традиции по-разному это называют, но суть от этого не меняется. Поэтому, конечно, момент важный. И потом объясню, почему именно крит был для этих целей выбран. Тоже не случайно. Потому что место очень уникальное, необычное. Для тех целей, которые преследовалось, оно, в принципе, вполне предназначено. Ну и потом, значит, еще несколько интересных тем. Вот мои бывшие аспиранты расскажут. Дмитрий, вот Антон. Значит, Дмитрий расскажет про традицию тхвани раса. Это очень интересная поэтическая традиция, которая была создана где-то в средние века наши в Индии. На ее основе были созданы шедевры индийской поэтики, литературы. И вот что самое интересное, она абсолютно четко действует в наших дни, потому что на ее основе был создан знаменитый текст Сэренджера «Девять рассказов». Вот как раз это как бы пример, как древние традиции, связанные с творчеством, с искусством, вкладываются в нашу реальность. То есть они работают, потому что это действительно архетипы. Это не какие-то исторические. Вот, и Антон немножко расскажет про нашу экспедицию в Камбоджу. Камбоджа, чем интересно, там сохранились древнейшие индийские психотронные технологии. Которые в Индии уже исчезли после исламского завоевания Индии. А вот в Камбодже не есть. Поэтому, конечно, вот сейчас любая экспедиция в Ангкор, она несет потрясающий заряд новой информации. Место тоже потрясающе интересное. Ну и вот, если прослушаете это выступление, значит поймете, куда там надо в первую очередь съездить, если попадете в Камбоджу, в Ангкор. А не на основе вещества, используя какие-то вещества, либо как-то другие вещества? Нет, это психотроника. То есть психотроника – это работа жизненной энергии. Ну, с веществами – это отдельная тема, поэтому я бы сказать, что не затронешь. Значит, про вещества говорить – это скорее уже Южная Америка. Перу, Венесуэла, там как бы вот эти технологии. Айваска знаменитая. Тоже мы там были, исследовали эти вещи. Отдельный семинар, отдельный рассказ. Я, к сожалению, все это рассказать не успел просто. Ну, заходите к нам в сайт, я покажу, там как бы эта информация выложена. То есть намного больше информации, чем сейчас рассказать. Ну вот, значит, давайте начнем с самого сложного материала и очень важного. Это структура тонкого тела и техники концентрации. Ну, опять же, значит, вот эта информация Юнагурскому практически нет. Вот только я в этой своей последней книжке полностью ее публиковал. То есть это на основе первоисточников из Индии, непосредственно Тибета и, соответственно, вот англоязычных первоисточников. Потому что у нас, конечно, в основном очень примитивное описание чакр, по которым ничего реально не сделаешь и работать не сможешь. Ну и сейчас я остановлюсь, значит, на высших чакрах, где как раз работает инструмент этой концентрации. Это прежде всего система Аджны. Ну, обычно, значит, Аджна, третий граф, я думаю, что она тут расположена. На самом деле, это целая серия чакр, которые вот это все место занимают. То есть Аджна, Мана с чакрой и тогда Нирвана с чакрой. То есть это целая система центров. И вот они как раз принимают важнейшее взаимодействие, восприятие человека мы плотного и тонкого мира. Если ты их не знаешь, это анатомия, и не умеешь с ними работать, то, конечно, случайно можно выскочить, но регулярных контактов с высшими уровнями реальности ожидать не стоит. То есть это вот тот минимум знаний, которые необходимы. Ну, вначале тоже такая упрощенная картина, картографии тонкого мира. Вот здесь я как раз тоже использую и традиционные представления, и, соответственно, работы Эклса, Поппера, крупнейших западных ученых. Эклс – это нейрофизиолог, ученик Шеррингтона, лауреат Нобелевской премии по нейрофизиологии. И, соответственно, Поппер – это тоже очень известный западный философ. Вот у них в свое время была написана книга «Self and its brain», где как раз вот описывалась такого типа картография. Ну, соответственно, я уже разбил передел. Значит, здесь рассматриваются три мира. Вот они, видите, на этой схемке. Значит, мир один. Ну, это вот всем нам хорошо известный плотный мир, тот, который состоит из вещества. Вот. Следующий, мир два. Это мир, который в традиции называется тонкоматериальным. Мир, состоящий из невидимых полей, энергии, вихревых структур. Ну, и, соответственно, это вот как раз тонкое тело, то есть чакры, каналы, элементы, которые в каждом из нас существуют. И третий мир, это, условно говоря, значит, мир архетипов. Мир коллективного бессознательного. Потому что там в Индии называют Акаша-хрониками. Вот. И, соответственно, значит, вот в этом мире тоже мы выделить можем два, как бы, подслоя. Вот. Ближайшее к нам это коллективное бессознательное, а еще выше мир архетипов. То есть это уже высшая реальность, но она, в принципе, совпадает с тем, что в Индии называются Акаша-хрониками. И вот, соответственно, значит, взаимодействие с этими мирами осуществляется через наши тела, плотное и тонкое. Значит, внизу это вот плотное тело, тело номер один. Значит, здесь у нас органы чувств, пять органов, и эффекторы, то есть то, чем воздействует на мир, тоже пять штук. Это руки, ноги, половые органы, язык и так далее. То есть то, с чем мы взаимодействуем. Дальше, значит, вся эта информация и воздействие, они пересекаются с тонким телом, то есть с чакрами, акупунктурными каналами. И, соответственно, высший уровень — это сознание, которое частично, значит, локализуется у нас, частично находится в той параллельной реальности. Ну и обычно, значит, в традиции считается, что наше сознание, высшее сознание, естественно, душа, они локализуются уже не в мозге, то есть мозг — это своего рода интерфейс, промежуточное передаточное звено, а в анахате, в сердечной чакре, в сердечном центре. И вот там, соответственно, через нее идет контакт с божественной реальностью, поэтому даже в православии Иисусова молитва, она считается в сердце, именно по этой причине. Ну и вот, соответственно, значит, следующий момент — это уже взаимодействие на уровне энергетических центров. Вот здесь мы как раз видим систему чакры Аджна. То есть Аджна — это не отдельная чакра, это целая система чакр. Также Сахасрара — это не отдельная чакра, это целая система чакр. Вот видите, она устроена достаточно сложно. Вот это, собственно, Сама Аджна внизу. Над ней Мамас-чакра. Дальше идет Ингучакра. И, соответственно, верхний уровень — это Брахмарандра, то есть чакра, связанная уже с выходом из тела, или Нирвана-чакра. А вот дальше за макушкой головы уже обычная система каналов кончается с Ушума и Депингала, а начинается Висарга, которая соединяет нас с системой Сахасрары. То есть Сахасрара находится за пределами нашего плотного тела. Это уже как бы вынесенные чакры. Поэтому святых изображают и в гудизме, и в индуизме с такой надголовой штучкой. Ну и там авар тоже в христианской традиции. Именно это говорит о том, что некая вынесенная чакра. Ну и вот, соответственно, значит, эта структура, она очень важна для восприятия мира. Вот видите, мана-чакра, она имеет шесть лепестков. Она читается местом, где находится субстанция восприятия реальности — чита. И здесь как раз информация от окружающего мира воспринимается, перерабатывается с нашими желаниями и целями, и уже, так сказать, влияет на наше состояние, решение и прочие вещи. Так вот, значит, вы обратите внимание, что здесь шесть лепестков, а органы чувств у нас пять. Это объясняется тем, что у нас есть шестой орган чувств, который мы не знаем. Это как раз лепесточек, который связан с визуализацией, медитацией, сновидением. Причем этот лепесток, он работает обычно по принципу флип-флоп, то есть, если пять активны, то этот спит. Если шестой активны, то пять отрубаются. Ну, по крайней мере, обычного человека, если человек уже овладел высшими техниками йоги, то у него может они в параллельно работать. Вот здесь уже как раз показаны пути, по которым идут сенсорные сигналы в этот центр. Видно, да? Значит, здесь у нас показано пять чакр, которые связаны с разными сенсорными модальностями. То есть, каждая из этих типов информации, она проходит через чакры. Не в нервную систему мозг только. Туда она тоже попадает. Но вот ассоциативное распознавание, волновое распознавание, оно происходит именно в манно-щакре. И шестой лепесточек вверх направлен. То есть, это лепесток, который работает, когда мы находимся в состоянии сенсорной депривации. Ну и вот, в принципе, как работает изоляционная ванна, знаменитая, изобретенная в Америке в 50-е годы. Значит, вы ложитесь в соляной раствор, температура человеческого тела, звука, светоизоляция. И, опять же, значит, ее создавали чисто утилитарными целями, чтобы проверить, как будет чувствовать себя космонавт при длительных перелетах. Это как бы было моделирование полета в космическом корабле, где невесомость, в окошко ничего нового не видно, потому что угловая скорость очень маленькая, несмотря на большую линию, но одни и те же звезды. И вот ясно, что было, как на мозге это влиять должно в непонятном направлении. Ну и вот, когда это сделали, оказалось совершенно неожиданным, что человек начинал видеть какие-то очень яркие галлюцинации, видения. Причем, вначале это типа фосфенов, каких-то вспышек, геометрических фигур, а потом уже появлялись яркие образы, и люди описывали какие-то сюжеты мифологические, ну то, что в принципе они даже своей обычной повседневной жизни не встречали, то есть это не вариант ассоциации с повседневностью была, какой-то поток непонятно, откуда пришедшей информации, но то, что как раз Карл Мюнх отписывал в своих экспериментах с физически многодельными людьми, которые тоже начинали видеть какие-то элементы древней мифологии, откуда он как раз уже вот этот концерт... А где об этой технике можно прочитать? У Карла Йонга или о чем? Нет, нет, вообще. Ну, знаете, значит, про технику сенсорной депривации, значит, есть фантастический роман Лема, там хроники пилота Пиркса, и вот там как раз технология это описана. Дальше есть, значит, американский фантастический фильм, где показаны конкретно вот эти изоляционные ванны. Значит, он на английском называется After-State of Consciousness, то есть изменён состояние сознания. У нас его почему-то перевели иными ипостаси. Ну, в сторону того скачайте без проблем. Фильм очень хороший, то есть сделан людьми, которые имели серьёзный психогенемический опыт. То есть, лучших фильма до сих пор нет, хотя он старый, ему уже лет, наверное, 40. Значит, изменённое состояние сознания, ну, по-английски After-State of Consciousness, или на русском переводе это иные ипостаси. Это Артур Янов, кто занимался в Америке? Ну, этим много кто занимался, сейчас мы не будем уходить далеко от темы нашей. Вот, это очень интересное направление, но просто вы, значит, уже тут можете поискать, найти много литературы на этот счёт. Ну, и, в принципе, в Америке вот эти изоляционные ланы в любом Нью-Ижевском центре пришёл за небольшие деньги, значит, можешь получить этот самый психоделитический. У нас камеры тоже много по городу. Где? Кладем камеры по городу, по-моему. Сейчас в 6-8 очень хорошо сделали. Ну, вот я не могу сказать, потому что не пробовал здесь. А я пробовал. Да, поэтому вполне возможно, что сделали. Но я в нашей Пресс-Советском Союзе, значит, мой друг был заводелом в Институте медико-биологических проблем. Это был основной, как бы, наш космический центр, который космической медициной занимался. И вот он пытался пробить через наших козлов в Политбюро разрешение на то, чтобы сделать изоляционную ванну для космонавтов хотя бы. Нет, это мистика, это нельзя. То есть так и не разрешили это сделать, представляете? Вот почему Советский Союз развалился, что вот эта верхушка была уже совершенно выжившая из ума, Ну, сейчас уже, наверное, какие-то юзерские появились. В принципе, конструкция простая. Там единственная сложность. Надо, чтобы... Там же надо воду все время, чтобы циркулировала, подогревалась. А движок должен работать бесшумно. Потому что если у вас по лукам будет гудеть этот насос, все, значит, уже эффект. И пройдя же эксперимент уже более глубокого уровня с использованием психоделика, вы можете почитать у Джона Лили, его книжку знаменитых, там ученым, циклом, парным циклом. Там он подробно описывает техники погружения. Вот как раз он оттуда получил опыт общения с дельфинами и так далее. Тоже интересные книжки. Они тоже на русском есть. Но так их не видел в изданном варианте. Сам издатель, они ходили... В издатель сейчас запрещено. В издатель запрещено. Нет, в издатель уже давно запрещено. В результате его закреплено. На черном рынке навалом, а в опытах в исследованиях использовать нельзя. Ну, судило, значит, это вот тоже нынешняя реальность, где наркотиками занимается государство, и для этого запреты делают, чтобы на этом бабки зарабатывать. Ну, в курсе, да, что после того, как Америка ввела свои войска в Афганистан, производство героина выросло где-то в 50 раз. Как минимум, если не больше. Потому что когда-то там был Талибан, там практически героина не делала. Сейчас это просто уже, так сказать, промышленное производство. И, соответственно, американскими самолетами все это дело в Европу, в Россию вывозится. У нас через границу идет. То есть такой налаженный бизнес. Серьезный очень. То есть там миллиарды какие-то, которые в голове не кладутся. И никто эти поля не уничтожает, хотя за спутников все это видно. Наши много раз к этому обращались. Говорят, что вот мы не можем, там бедные люди, и у них это единственный источник заработка, который еще американцы не таки. Добрые ребята. А замена в конце ВСД сейчас есть? Чего? Замена в СД не стоит? Ну, ребят, про психотелики мы сейчас не будем, потому что это отдельная тоже тема. Ну, опять же, если вы ума мнения хотите знать, значит, как отдельный опыт это может быть интересный, как практика это вещь нехорошая. Потому что возникает психологическая привязанность, и в результате человек улетает с катушек. Потому что, смотрите, все древние цивилизации, на ранних этапах они психоделики использовали, когда они выходили на высокий уровень развития, они уже использовали дыхание, движение и так далее. То есть ни в Индии, ни у даосов этих практик психоделических уже нет. Хотя, если посмотреть, в любом даосском храме изображение священных грибов есть, там в индийском эпосе о соме говорят, но когда использовали уже техники дыхательной мощной, необходимость в этом отпала. А в химии есть химия. То есть лучше естественным путем выходить к изменению на состояние сознания. Опять же, энергетические техники. Ну вот, значит, возвращаясь к этим лепесточкам, значит, видите, у нас, значит, идет здесь завязка через чакры. Значит, смотрите, у нас запах идет через чакру Муладхара, это желтый лепесток. Вкус идет через Ватхистану, белый лепесток. Зрение идет через Манипуру, красный лепесток. Тактильные ощущения через Анахату, сердечную чакру, дымчатый лепесток. И слух идет через горловую чакру и шутку, тоже белый, он такой серебристый белый лепесток. Это вот как раз нижние лепесточки, которые связаны с сенсорными модальностями. А верхний лепесток черный. Это лепесток, через который мы контактируем. Ну и вот самая простейшая концентрация на Мана с чакрой, она дает уже очень хороший выход, потому что вы уже настраиваетесь на верхние миры, на верхнюю реальность и получаете хороший импульс. Она простая, давайте сейчас ее можно быстренько провести, чтобы вы получили практически опыт небольшой. И можно дома ее делать. Ну, единственное, значит, я вам советую, если вы будете дома делать, надо создавать защищенное пространство, потому что астралы в больших городах грязные, Москва не исключение. Ну и даже на природе тоже там можно с какими-то шаманскими духами пересесть, все неожиданными. Поэтому как бы в традиции принято место очищать благовониями, свечой, там опять же технических средств, лампа вспышка фотографическая прекрасно чистит, лазер, психотронные приборы различные. И потом уже, значит, визуализируете высший божественный план, читаете мантры, молитвы, что вам ближе, то есть от вашей конфессии зависит. То есть настраивайтесь наверх, чтобы у вас не было контакта с голодными духами, притологкой. Тут же этих ребят, как у нас, ну просто сейчас немеряное количество. Опять же, тут и виртуальная реальность свою долю внесла, потому что все эти геймеры, посетители пурно-сайтов, это все кормежка для притологи. Ну и техника медитации простая достаточно. Значит, смотрите, вы концентрируетесь немножко выше бровей, то есть она, манастяка, прямо на даже находится. Если вы занимались, ямка такая переносится, а это немножко выше. Вот, и вы ее представляете, значит, вот с шестью лепесточками. Я вначале вам буду говорить, каждый модельный сет лепестка, вы будете визуализировать внизу. И потом последний, черный лепесток, и вот настраивайтесь на вот этот вот канал, который вверх идет, вот, в мир-3, в мир архетипов. Вот, но какие-то образы возникнут. Ну, сейчас задача просто эту технику освоить, а потом уже дома мужики, так сказать, поработать в индивидуальном варианте. Ну, если вопросы есть, спрашиваете, нет, давайте, значит, это небольшая медитация. Давайте начнем. Да. Так, единственное, сейчас я просто врублю, если компьютер достаточно громкость, мы его используем, если нет, тут какой-то есть у нас еще громкоговорящий прибор, мы его так запустим. То есть, какие у вас предпочтения к музыке, значит, можно индийский вариант, можно тибетский. Я вам предложил, сами выбрали. Ну, опять, значит, старайтесь расслабиться, примите комфортный пузо. Сейчас я попробую, какая громкость, хватит или нет. Хватит. Ага. А когда создавали эти три схемы предыдущие, вы на чем основывались? Я говорил, это работы Опер Эклсом, ну и традиционное представление. Так, громче сделать или нормально? Все громче. Ну, да, чтобы сыты не связываются, то мы сейчас пока подключим. Нормально, да? Все, значит, закрываем глаза. Так, просьба никому не ходить. Все уже, пока идет медитация. Не входить, не выходить. И, опять же, просьба телефона выключить и все. Почему? Потому что к телефону выйдет очень сильное электромагнитное излучение, оно нарушает работу чакры. То есть не на беззвучный режим, а вообще выключить. И, опять же, не на беззвучный режим. 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 Скидку стараемся выпрямить, глаза закрываем и концентрируемся в области малой чакры. Скидку стараемся выпрямить. 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 Начинаем визуализацию нижних лепестков магно-чакры, связанных с сенсорной системой. Первый лепесток мы представляем. Самый левый лепесток, он желтого цвета и он связан с восприятием запаха. И этот сигнал проходит из нижней чакры, из чакры Муаххара. Концентрируемся на этом левом лепесточке и визуализируем на яркий запах. Теперь переходим к следующему лепесточку в правее. это вкусовая модальность и она связана с чакрой Сладхистана, чакра, которая ниже куклана с улицами. Это белый цвет. Следующий самый нижний лепесток, он красного цвета, связан с чакрой Манипура, солнечное сплетение и соответственно это модальное зрение. Переносим внимание еще правее. Это лепесток серебристого дымчатого цвета. Он связан с сердечной чакрой Анахатой и восприятием тактильных ощущений. И, наконец, самый правый нижний лепесток, он беловато-серебристого цвета, связан с горловой чакрой Вишуткой и слуховой модальностью. И теперь представляем, что эти пять нижних лепесточков уходят в спящее состояние и мы концентрируемся на верхнем лепестке черного цвета, который связан с мантру, монету, то что он належит. Ощущаем его и можно какие-то визуализации энергетические лепестки убедить. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Делаем глубокий вдох, толчками через сжатый зубовый выдох И визуализируем одновременно все пять лепестков Чакры Манос, верхний черный и пять нижних разноцветных Подтягиваемся, зеваем и открываем глаза Опять делаем очищающее дыхание Вдох, выдох И толчками через сжатый зубовый Ну как, от черного лепестка какие-то ощущения были? Вот это вот очень хорошая настройка для того, чтобы можно было воспринимать потустороннюю реальность Сейчас я вам покажу сканы За антихристом еще не дошли То есть я делал сканы, пока у нас было погружение Сейчас мы вас найдем Последний Вот, то есть вначале у нас выпала Кали Янтра То есть это в принципе такой редкий вариант Богиня трансформации Страха смерти И как бы такой мощнейший архетип женского начала Что подтверждает, что тут люди не случайно собрались Просто так такие мандалы не выскакивают Это пошла медитация на черном лепестке Видите, обязательно идет проработка страха смерти Видите, в центре вращающийся круг Символ целостности И скелет, символ приходящего смысла всего материального То есть переход к высшей реальности И вот это уже мир архетипов Здесь такая манда очень красивая возникла Вот это один из вариантов сканера, о котором я говорил Вот, ну и так вот немножко сейчас еще на эту тему скажу И перейдем к следующему разделу Чтобы просто представлять, насколько это сложная структура Вот это уже схема, тоже из моей последней книжки Где чакры связаны с физиологией То есть здесь видите и мозг, и чакровая система И соответственно, значит, вот каналы, которые поступают из мозга Потом в чакры, из чакры в мозг И соответственно, вот, мамос чакра То есть это такой достаточно сложный процесс в химической переработке Ну, сейчас, к сожалению, подробно про это не расскажешь То есть чакры участвуют в процессе обработки информации Вот, а это уже следующая чакра, надмана, это нирвана чакра Здесь видите основные татвы, первые элементы И уже в нирвана чакре идут высшие формы концентрации Которые связаны уже с познанием запредельной реальности То есть высшие формы самадхи, они туда поднимаются Сверхконцентрация и все остальное Формы, они как раз важнейшие для того, чтобы человек воспринимал творческие состояния И опять же, значит, в чем разница между великими контактерами и вот этими всеми челленгами То есть ченнелинговые контактеры, ну, примитивные, скажем такие Они высоко не поднимаются То есть в них идет общение вот на этих уровнях И в основном это мир голодных духов, притолока Который может имитировать и Бога, и все что угодно Вот те эти люди, которые туда поднимаются Это люди, которые действительно получают новое знание Ну, конечно, классический перевер, например, тот же Тесла То есть, с одной стороны, человек гениальный инженер Который физик, открыл массу новых вещей До сих пор мы еще не поняты Вот, и в то же время он открыто говорил, что он контактирует с посусторонним миром И оттуда получает эти знания Ну, и опять же, конечно, мистика визионеров Мы можем тоже очень много назвать великих Это и тот же Данте, и Блаженный Августин Из нашей традиции, конечно, это, в первую очередь, наверное, Серафим Саровский Тоже глубокий очень мистик был Из 20 века, безусловно, Даниил Андреев Тоже, конечно, потрясающий был человек А вы прокомментируете Крайон и Адама Вот Крайон, это как раз классический вариант предологии Объясняю, чем это отличается Когда ты читаешь настоящего визионера Ты в шоке, потому что это настолько необычная информация И бывает даже сразу трудно воспринять Когда читаешь Контактера Ну, это вот, типа, Волга впадает в Каспийское море, масломасленное Ну, мы это так все хорошо знаем Там люди, живите в мире Вот Крайон, это типичная Контактерская Из этой же серии тот самый Сен-Жермен И они про настоящего химика Сен-Жермела Вот эти Контактерские книжки Мыло, вот там читаешь И как-то оно все сплошь пальцы протекает Когда великую книгу такого автора читаешь Там все Ну, тест у того же посмотреть Каждое его откровение А контактеров таких вот среднего уровня Огромное количество Но они скучные То есть они нового ничего не говорят Ну, и там, конечно, еще проблема Как Дмитрий говорил Мало того, чтобы воспринять Надо же потом суметь это интерпретировать Переложить А на сколько это безопасно? А что это Ченнининг? Ой, Ченнинг это очень опасно Значит, история, в чем он Если посмотреть Он возник в Америке То есть я не говорю про Анастасию Контактер Ну, контактер, тот же там Моисей, Иисус Хорошие в смысле контактеры Мохаммед То есть это великие, как бы, люди Которые были в контакте С высшими божественными реальностями Вот А вот эти контактеры Это, значит, люди Которые с низкими духами Почему в Америке возникли? Потому что в Америке Было истреблено местное население Индейцы И вот если бы в Америке были Там вот эта боль От убитых индейцев Она просто в поле разлита Особенно, если на природе где-то находишься Я, как бы, в Америку приезжаю Я обязательно там Помедитирую, помолюсь За вот этих вот бедных Неупокойных духов И там огромное количество духов Которые вот там просто болтаются Значит, на эту тему Есть совершенно потрясающий фильм Сияние Знаменитый фильм Тоже, если кто-то не смотрел Посмотрите Кинг-Кинг А? Кинг-Кинг-Кинг Ну, по Кингу он сделан Да Вот Там прекрасный актер играет Николсон центральную роль играет И так далее Вот, то есть вот фильм потрясающий Там как раз тема ченнелинга И связанного с духами Древних индейцев Которые на этом месте когда-то жили И к чему это приводит Тоже очень хорошо показано То есть это привело к катастрофе В принципе там почти все погибли Вот это такое дурное ченнелинга А Бавадское это вот ход актерства Такое низкое? Ну, пойду Бавадское исследование Какая ситуация Это люди, которые, конечно, Достоин самого Усобного уважения Потому что они перебрасывали Мостики между Европой и Азией И за это им честь и хвала Но Их считать духовными учителями Было бы очень серьезной ошибкой Потому что Ни в Тибете, ни в Индии Их таковыми не считают Их уважают как путешественников Писателей Рейха Как художника прекрасного Но они духовные учителя Не потому что они европейцы Потому что есть европейцы Которые признаны Реинкарнациями Великих Лам Ну вот тот же Анагарик Говен Известный немецкий Он философ, путешественник Его приняли как Реинкарнацию Ламу Он закончил свой Не в Тибете Эванс Вэнс Переводчик Тибетской книги Мертвых Тоже на американских островах В Тибете признали Адван Дорджи Это наш великий бурятский Лама Который был признан Просто Реинкарнация Реинкарнация Учителей Далай-Лама Династии Это высочайший уровень в Тибете Обычно простой бурят Пришел пешком в Тибет Начал учиться Поэтому тут я говорю Не с происхождением связано А вот там Англичанин, русский Именно реально Человек Является Реинкарнацией Осознанной Реинкарнацией В Тибетах Называют Тульку То есть это человек Который принял решение Реинкарнировать Чтобы помогать другим То есть он может Достать их освобождения Вот это как бы люди Которые Самый известный Тулку Это конечно Далай-Лама Ну и в принципе Все великие ламы Высокие ламы Больших монастырей Они все Тулку Алисабелия А? Алисабелия Ну вот я говорю Алисабелия Это просветитель Это не духовный учителя Если вы почитаете И Блаватская Труды И Бейли Они скучные Их честно говоря Агни-йогу тут же почитайте Вот Агни-йога Вообще там Она написана Женой Рериха Которая вообще Как сказать Что называется Сбоку стояла Вот И бизнес делала На Рерихе Просто Я хочу спросить Есть очень много Тренин всяких Которые Вообще Естественно Потому что Это в принципе Способ Управления Нашей страной То есть Учтите Что все секты Практически Современные Они создаются В США В рамках ЦРУ Их задача Разрушение Как бы Духовного сознания Тех стран Которые Предназначены Для колонизации Опять же Это тоже не новое Вот Три цепи Триада колонизации Которые изобрели Еще британцы Это Торговец Священник Солдат То есть Торговец Разрушает Экономику Священник Разрушает Революционную Религию А потом Уже приходят Солдаты Голыми руками Берут Задумайтесь Как гигантская Страна Индии Если вы в Индии Были Гигантская Страна Ее Какая-то Англия Которую Вот На карте Держала Держала Несколько Столетий В виде Колонии А возьмите Португалию Португалия Там Африку Колонизировала Огромную часть Индии Южную Америку А Португалии Вообще Там За два часа Можно на машине Проехать И вообще Нет практически Как это могло Быть Вот именно С помощью Этих технологий Манипуляции Ну и конечно Более совершенного Оружия Которое было В Европе Создано В чем Духовном отношении Эти колонизаторы Были полные ублюдки То есть Бандиты По нашему Говорить Песаротом И так далее Что-нибудь Творили В Южной Америке И Всех Как бы Отличались Одинаково И католики И протестанты Причем Если католики Еще в живых Местном населении Оставляли Какой-то процент Вот возьмите Мексикой Ниже Там Как бы Аборигена Населения Осталось В Северной Америке Вы индейцев Не найдете Там И в резервациях Вот стулечка Вот он Погнал сравнить И католики Протестанты Те 11 Вусильнее Вот Так что Вы видите Соответственно Сейчас Христианство Тоже оно Сохранилось Сект христианских Навалом Сюда пошло Из Америки Вот Все эти Ниже Учителя Все это Вот это Все идет Сплошной Мутный поток Причем Они обычно Берут И Вызывают Значит Переформатирование Великих Древних Религий Посмотрите Кришна Это величайший Духовный учитель В индуизме Да У европейского Человека При слове Кришна Сразу Что в голове Возникает Кришна А это Американская Тоталитарная Септа Скажем По нынешним меркам Не самое Зловредное Но Так сказать К индуизму Никакого отношения Не имеющая Вот Раджни В шестой же Серии Индийский Профессор Ну как он Он не духовный Учител Он грамотно Образованный Человек Вот Соответственно Куча Сейчас Всяких Новых Секств Возникает Тот же Рейки Там Не трогай Рейки Сразу Объясняю Значит Есть Два Уровня Рейки Микао Суи Для меня Это Высочайший Авторитет Я его Очень люблю Красный Был я Кстати На Куране В Японии Возле Киото Это Духовный Учитель Настоящий Человек А есть Секта Европейская Которую Создала Бабушка Таката На Гавайях И потом Краковая Опухоль По всей Америке И Европе Вот это Рейки Которые Сетевая Структура Забавки Мастера Дают То есть Бабушке Такате Никто Копейки С нее Не взял То есть Микао Суи Инициировал Бесплатно Она Продала Да Слушай Я на Гавайях Много раз был Как бы Из первоисточника Ну я тебе еще Просто говорю Я говорю информацию Когда меня на Гавайях Сообщили Первое Слышно Те же самые Рейкисты Кайвайские Вот И в Японии Тоже она подтвердилась Потом Значит Она продала Свой дом За 10 тысяч Долларов Но это было После войны Это были Большие очень деньги И эти деньги Она использована Чтобы жить В Японии И бесплатно Помогать В клинике Микао Суи Там Она получила Значит От него Инициацию То есть Он вообще Женщину Инициировал В общем Она его Немытьем Там Катанем Типа Вот она Бескорыстная Добрая Бесплатно Все Вернулась На Гавайях И дальше Пошла Значит Сетевая Структура Три уровня Мастер Рейки Получаешь За 10 тысяч Баксов Пошел за 10 тысяч А я вот 10 тысяч Заплатил Ну давайте мне Теперь Причем Логично было бы Если ты такой Духовный человек Скажи Приют для детей На больницу Да А почему Бабушке Такати Деньги платить Она-то их Не платила Микаусую Вот так вот Видите Переформатируют Духовную Прекрасную Систему Вот это Массовая культура Что она делает И я не буду Сейчас эти примеры Дальше перечислять Их просто Вот и маленькая Тележка Вот Поэтому К сожалению Времена Калиюги Они тяжелые В этом отношении Вот Ну и продолжаем Значит дальше Это вот уже Система Чакры Сахасрара Видите Она головой Находится И здесь Вот центральная Гуру чакра Чакра учитель Вот Ну опять же говорю Я вопрос Сейчас такой Обзор даю Вот Структура Гуру чакры Потому что Это Ну рассказывать Долго достаточно И здесь Вот видите Это вот уже Энергетическая Структура Системы Чакры Сахасрара И здесь Идут Как раз Витки Кундалини Которые Поднимаются Куда В верхнюю чакру То есть Вот это В принципе Азы Которые Надо знать Ну это Соответственно Тысяча Лепестков Лотос Сахасрара Почему Тысяча Потому что Это 20 слоев По 50 Лепестков 50 лепестков 50 букв Санскрита То есть Там все очень тесно Взаимосвязано Но это Конечно Этому надо учиться Это не Ельцовская халява Что там Пришел Тебе за полчаса Все чакры Открыли Прочистили И кундалини Там окошки Подняли Вот это Время Но Тут Результаты Получите Поэтому Призываю Вас серьезно К этому Относиться И Оно того Стоит Потому что Это Действительно Открывает Новый совершенно горизонт И новые перспективы Перед каждым из нас Вот Ну и вот Значит Теперь Переходим К следующей теме Это Крит И 8 Православный собор Можно Попробовать По чакрам А в музее знаний Они сохранились В традиции йоги Да Или Вы знаете Вот Одной книжки Назвать нет Потому что Это вот Куча книжек Вот За свои годы Путешествия По Индии Я их там Ну К сожалению Санскрит не знаю Поэтому я на английском Покупаю Но изданный в Индии Там Очень интересные Были книжки Которые попадались И вот Западная книга В смысле На западе Изданная Эта книга Называется Ла и йоги Автор Госвами Вот Это Западный человек Западный учител Ну который Глубоко вошел В индийскую Вот Я считаю Самая лучшая Книжка И во многом Я как раз На ней базировала То что Свои книжки Издаю Ну и плюс Конечно То что я В Индии Узнал Значит Ла и йога Госвами На русском Ее к сожалению Нет Опять же К этой Проблеме Неведжа Все магазины Макулатуры Неведжеской Заставлены А хорошую книжку Ты не купишь Ну я говорю Случайно Можно Я говорю Случайно Можно Можно Белая Блокация Я Случайно Что Неуязычество Это спецоперация СРУ Ну я говорю Что эти Фашистские Русские Фашизм Они оказывается Все в Канаде В Америке Сайты Прописаны Ну на Украине Вот вам пример Который Фашизм Бандеровский Который Сделан В Америке Сто процентов Ага Собор Большой Собор Ну так я сейчас Про него Говорю У меня вопрос Что за задали Я не могу Дед Футболе Вот Ну вначале Маленький Экскурс Про Крит Вот Значит Чем Крит Интересен Ну вроде бы Один из островов Красивый Конечно В Синеземном море Ну небольшой Достаточно Значит На самом деле Это очень важный Остров И в европейской культуре И во всей Античной культуре Прежде всего Он связан С античными богами Вот Вы помните Что значит Вначале Землей управляли Титаны И главный Титан Был Кронос Значит Соответственно Ему было предсказано Что его сын Его убил Поэтому он Поджирал Всех своих детей Ну и вот Родился В один момент Зевс Будущим Громовержец Ну и мат Решил его спасти Подсунула Кроносовый камень Ну он сожрал Камень Потому что Сожрал ребенка Проглотил целиком А Зевса Спрятали Как раз На Крите И это Пещера Где его прятали Грод вернее Она до сих пор Есть И туда На Роке Есть В горах Очень классное место Кстати По энергетике Тоже там было И там Как будто Детство Зевсы Прошло Ну и когда он плакал Местные Такие были не люди В общем Ну типа Эльфов Курпаты Они значит Танцевали Били мечами Щиты Чтобы Кронос Не услышал Плач Зевса Маленького Ну и там Его коза Мофея Поила Своем молоком То есть Целая серия Таких интересных Тоже посмотрите В интернете На Википедии И почитайте Просто Интересная Информация Значит Когда Зевс Вырос Он Убил Кроноса Располлорому Живот Выпустил Всех своих Братьев Сестер И они Как раз Стали Античными Богами Боги Олимпа Вот Но Криту Он все равно Душой Прикипел Увидел В своих странствах Красивую девушку Европу Он Значит Ее Подцепил Принял Облик Быка Почему бык Потому что Бык В той цивилизации Крита Минойская Был Очень мощным Священным Животным Даже У других Народов Только Там Но там Был Просто Культ Быка И В общем В облике Быка Он ее Привез Опять же На Крит Для приличия Выдал ее Замуж Замешанного Царька Ну а Дети Были Конечно Отзелцы Она Отбила Трех Детей Один Значит Из них Минос Он стал Главным Царем Крита И С него Начинается Следующий Виток Мифов Критских Очень важный Это Как раз Мифы Про Минотавра И про Лабиринт Минотавра Значит Как Все Эта Завязка Произошла В общем Там Были Какие-то Династические Разборки Потому что Крит Был Поделен На Три Части И Три Брата Сыновья Зевса Ими Управляли Главное Кусок Достался Минос И Какая-то Уладить Трение Между Родственниками И Минос Обратился К Посейдону А это его дядя Естественно Брат Севса Чтобы тот Помог ему Разрулить Ну Сказал Не проблема Значит Я тебе Пришлю Священного Быка Из моря Ты его Должен Богам Сжетно Принести И Ситуация Уладится Ну И Действительно Из моря Появился Бык Но Бык Был Такой Красивый Такой Обалденный Что Минос Влюбился И Решил Его Заживить А в жертву Принес Другого Своего Быка Из своего Стада Тоже Очень Красивого Но Не Того Который Мол Посейдон Ну Естественно Боги Об этом Тут же Узнали А Вот Просто Обряд Жертвоприношения Древней Цивилизации Кстати Не только У Греков Критаминойцев Но и У тех же Индусов Китайцев Это Важнейший Обряд Это Грубо говоря Днен Энергии Между Богами Людьми Потому что Боги Они находятся В симбиозе С человечеством Если люди Перестают Кормить То Боги Тоже Погибают Поэтому Жертвы Краеугольный Камень Экосистемы И Соответственно Если Значит Правила Жертвы Нарушаются За это Жесточайшим Образом Наказывают Пример Прометей Знаете За что Вы приковали В горах Кавказа Кстати Ну Популярная Версия Что Типа Он Людям Огонь Дал Нифига Похоже Потому что Огонь Людей Уже Давным Давно Был А Прометей Это Был Тоже Титан Он Учил Людям Ремеслам И Прочее Прочее Людям Любил Ну И Значит Решил Их Подворовывать Зачем Вам Приносить Жертвы Лучие Куски Мяса Вы Мясо Сами Кушаете А Бокам Бросайте Там Сухожилия Кости Шкурки Там Ну То Что В Тыщу Не Идет Они Все Равно Запах Не Уход Вот За То Что Он Так Подляну Сделал Боги Его Приковали В горах Кавказа Где Каждый День Орел Вырывал Печень Потом Голубка Приносил Амброзию Чтобы Он Не Умер И И И И И И И До Сих Пор Чуть Не Нашли Места Где Он Прикован Хотя Версии Есть Разные Ну Соответственно Минус За Это Тоже Поплатился Но Поплатился Хитрым Образом Боги Сделали Так Что Его Жила Пассифая Влюбилась В Этого Самого Быка То 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 Образ Веркется Ну Опять Возникла Проблема А Как С Этим Быком Любовью Заняться Тут Выходит На сцену Архитектор Махра И Чудогей Дедал В Все Древности Архитектура Магия Это Были Одинаковые Искусства Точнее Были Ваимосвязаны Потому что Архитектор Создавал Пространство А пространство Это Было Основом Магии Ну Значит Нам Попросил Дедал Помочь И Дедал Сделал Такую Корову Механическую Которая Была Еще Красивейшим Настоящая Пассифая Туда Зарезла Ну И В общем Любовь У них Снуком Произошла И Вот От Этого Акта Любви Родился Монстр Чудовище Хаос Минотавр У Настоящая Голова Быка А тело Человека Вот И Он Был Очень Опасен Почему Потому что Это Было Как бы Следствие Проклятия Богов Он Должен Уничтожить Всю Землю Вот Ну а Минус Тоже У Сынок Влюбился Ну Как Был Сынок Такой Как Был Косвенный Но Это Кстати Традиция Тоже Древняя Потому что Если Вы Махабхар То Почитаете Все Пандавы Они Были Сыновья Фанду Царя Формально А реально Их Отцами Были Боги Поэтому Это В принципе Когда В Индийский Какое-то Государство Приходил Святой Человек Царь Просил Переспать Или Со своей Женой Или Дочкой Чтобы Было Потомство Но Он Очень Праз Потомство В Наверное Была История У Миноса В общем Он Решил Припрятать Но Так Чтобы Землю Иничтожил Опять Тут Вытащили Беднягу Дедала И Он Сделал Вот Это Заменито Лабиринт Минотавра Причем Смысл Лабиринта В том Чтобы Спасти Землю От Минотавра А не Минотавра От Людей Как Это Иногда Трактуют Лабиринт Судя По всему Был Многомерный То есть Он Оходился Только Частично В нашем Пространстве Основная Часть Была В Параллельных Мирах Немножко Архетипов Как Раз Крита Минотавра Цивилизации Значит Эта Цивилизация Была Самой Мощной В Те Времена Греки Находились Под Их Управлением Ну Как Россия Была Под Золотую Орду Грубо Говорят Так И Как Раз Жертв Человеческий Минотавр Давали Афины Данники Крита Вот Отчего Произошло Название Лабиринт Такой Двойной Топорик Он Назывался Лабрис Соответственно Считаешь Лабиринт Это План Царя Ниноса Кносос Он Сейчас Раскопан Как Археологический Памятник Возь Город Иракли Ну Иногда Говорят Что Это Лабиринт Но Только Лабиринтами Занимаются Понимают Что Это Полный Бред Сложный Это Иначе Что Это Лабиринт Вот Это Его Компьютерная Репродукция Как Он Выглядит Действительно Сложная Планировка Дворца Но Конечно Не Лабиринт А Это Древние Монеты С одной Стороны Разные Варианты Лабиринта Изображены А С другой Это Минотавр Видите Здесь Свасти Лабиринты Относительно Простые Вот Это Тронный Зал В Мусосе Вот Это Кусочек Сины Вот Здесь Видите Фреска Где Бык Соображен Вещенное Животное Ну Это Дело В том Что Это Уже Муляж Потому Что Подлинные Фрески Находятся В музее Чтобы Они Не Разрушились А На Том Месте Где Сняли Сделали Очень Точное Воспроизведение А Подлинники Можно Музею Ну Это Остатки Кнососа Да Конечно Его Не Действительно Из По минимуму Вот Видели Тоже Очень Интересная Живопись В общем Она Не Греческая Не Египетская Какой-то Такой Необычный Вариант Женский Портрет Это Тоже Тронный Зал Видите Такие Животные Фантастические Вот Это Знаменитые Пляски С Быком Это Юноша Перепрыгивает Через Гигантскую Быка Но Это Не Корида То есть Быка Этого Не Убивали Корида Позже Появилась Вот Это Немножко Для Настройки На Это Пространство Ну Вот Соответственно Настоящий Лабиринт Он На Другой Монете Изображен Сейчас Я Покажу Как она Выглядела Вот Эта Монета Она Находится В Бузее В Ираклене Вот И там Как раз Изображен Многомерный Лабиринт Потому что Он состоит Из двух частей Которые С друг Другом Не Пересекаются То есть Выход Может быть Только Через Более Высокое Измерение Вот Ну И вот Соответственно Теперь Почему Выбрано Место Для Собора На Крите Потому что Пещера Это Реальные Портары Через Которые Можно Выйти На Лабиринт Минотавра Значит Проводился Этот Собор Местечко Которое Называется Калимбари Вот Оно На На Западной Оконечности Крита Ну Где На Машине Часов Семь Могут Ехать От Ира Криона То есть Крит Он Такой Вытянутый То есть Тонкий Но Вытянутый Вот И Там Как раз Одна Из Пещер В Этом Месте Находится То есть Тоже Выбрали Его Не Случайно Для Такого Рода Вещей Вот Ну И Начнем С Собора Значит Его Инициатором Является Константинопольский Патриарх Профоломей Ну Вы Понимаете В Турции Православных Не очень Много Мягко Говорят Вообще Практически Там Нет Но Как бы Он Считается Наследником Византии Поэтому Пальцы Гнем Ну И Деньги На Этот Собор 500 Тысяч Дала Греция Долларов А полтора Миллиона Америка Тоже Как бы Очень Православная Страна И Соответственно На нем Должны Были Собраться Все Церкви Православные Собора Все Православные Не было Больше Тысяч Лет То есть Последний Проводился Византия Еще Представляете Да Уси Вообще Тогда Еще Не было Как бы Государства И Вот Пытались Этот Собор Уже Больше 100 лет Провести Не Получилось Соответственно Константинопольские Патриархи Они уже Начиная с 20 Точно Известно Что все Они были Членами Масонской Лужи Вот И цель Этого Собора Православие Слить Под Католицизм То есть Это Как раз Пророчество То Что Нужно Сделать Перед Приходом Антихриста Ну И вот Слава Богу Значит Наша Православная Церковь Еще Четыре Церкви Они Отказались От участи В этом Соборе Ну Пророчество Падал Я говорю Это Пророчество Старцев О том Что Приход Антихриста Там Все Эти Соборы Перечислены И так Далее Но я Говорю Что Есть Масса Текстов В интернет Выйдите Напишите Восьмой Православный Собор И там Все Это Вылезет В интернете Да Естественно Я могу Книжки Сказать Но где Вы Достанете Это На Греческом Языке Книжки Мне Лично Тексты Переводили Мои Друзья В Греции В университете Из библиотеки Брали Эту информацию Хорошо Хотите Езжайте В Афины Ссылку Могу дать Если Вы греческие Знаете В общем Древнегреческие Вот А на русском Много Статей Собор Вот эти Картинки Как раз Из одной Статей Русской Значит Вот это Смотрите Это Эмблема Восьмого Собора Значит Какие странности Вот Обратите внимание Трон Вроде бы Это должна быть Птичка Голубь Но на голубя Как-то Она не очень Похожа Сейчас Смотрим Трон Это Трон Папы Римского Похоже На тот Который Изображен Дальше Вот это Классическое Изображение Голубя Христианской Традиции Православия Вот А вот Аптичка Которая Похожа Значит Это Аптичка Феникс Которая Планируется К изображению На будущей Мировой Валюте Которая Значит Появится После Того Как Доллар Сольют Это Обложка Журнала Экономист Серьезный Американский Журнал Журнородный Вот Видите Как Доллар Сольют Доллар Все Ну Как Доллар Реально Это Валюта Которая Ничем Не Обеспечена Огромные Долги В Долларе Поэтому Его Там Обнуля И Все Долги Обнуля Копейки Будут И Выплатят Формально А Примут Новую Валюту Вот Эта Валюта Как Раз Вообще По разговорам Может Через год Уже Ну Естественно Что Это Точность Никто Не Скажет Это Большой Секрет Те Люди Которые Знают Ой Какие Большие Баки Заработают Но Китайцы Знают Китайцы Сейчас Все Свои Доллары У них Большие Запасы Они На них Скупают Реальную Недвижимость Рудники Заводы Территории В Южной Америке В Африке То есть На перегонки Все Скупают У кого Много Долларов Потому Там Они Сразу В бумажку Превратятся Вот Так Что Птичка Видите Похоже Да Она Вот Теперь Смотрите Значит Здесь Еще Одна Птичка Сверху Это Эмблема Интернет Сайта Восьмого Собора Вот Видите Тут Вверху Птичка Сейчас Показываем Ее Как Она Выглядит Вот Она Видите С увеличением Центра На Первая Мировая Война Вот Ну Другой Вариант Это Архетип Гора Голова Сокола Ну То 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 Это Хищная Птица То Не Голуби Вот Ну Еще Вот Как Раз К Вопрос Рерихов Ской Традиции Смотрите Это Папа И Вот У Нем На Голове Так Шапочка С Тремя Кружечками А Это Знак Рерихов Агни-йоги Вот И Что Это Знак Означает Это Опять Значит Если Вы Посмотрите Апокалипсис Само Богослово Это Символ Связанный С будущей Церкви Блудницей То Церковь Которая Будет Универсальной Церковью И Будет Служить Антихристом И Все Церкви Сольют Это Упрощенная Тема Про Символику Есть три статьи Неплохих Тоже в интернете Можно найти Посвященный Как раз Сейчас Я его просто выведу Тема Собора Очень засекречена То есть По кускам Буквально Все это Доставать Приходится Ну Опять же Значит Если Вы Интересуетесь Ничего Невозможного Нет Ну Я говорю Поэтому Нужно Всегда Несколько Источников Использовать Я согласен Что Тупо Следовать Интернету Это На Американцев Будем Похуже Пророчества Они На русском Я их не видел Они есть На Греческом Пророчества Ну Вот Видно Британская корона Против Руси Там Много Таких Я просто Одну Вот И Там Три Статья Значит Как Ротшильд Рокфеллер Россию Делили И Четвертая Ватиканские Мифы Ну Немножко Я говорю Тут Такой Перекос Идет В сторону Такого Русофобского Варианта Поэтому Тоже Читайте Там Делите Переходим Дальше Вот Смотрите Где Этот Собор Проходил Это Карта Критом Вот Местечко Называется Колимбари Вот Такой Мыс Она На мысу На основании Вот Рядом С ним Находится Древняя Пещера Тоже Возможный Портал Связан И В форме Разведки Турецкая Тоже Откуда Могер Что Тоже Там Породис По интернету Про него Много Чем Написано То Когда В Турции Пытались Переворот Он Буквально За Два Чеша Улетел Якобы На отдых Болгарию Ну Так Случайно Совпал Контакт Со Спецслужбами Очень Близким Вот Ну Вот Значит Как Это Колимбари Выглядел Реально Это Вот Я Там Шканированием Занимаюсь Вот Смотрите Это Значит Уже Въезд Который Закрыт Там Полиция Дальше Туда Не Пускают И Это Все Происходило В Православной Академии Вот Ну Потом Уже Сканирую Чтобы Полиция За Одно Мест Не Взывала Из Кафешки Рядом Как Раз Я Специально Чтобы Выйти За Пределы Мои Ну И Несколько Сканчиков Канимбаря Вот Смотрите Это Первый Скан Возле Прохода Туда То То Вроде Б Хорош На Ом Похоже Сердечки Ну Опять Те Кто Серьезно Занимается Этими Техниками Знают Что Вначале Выставляется Такая Защитная Магия Чтобы Создать У вас Иллюзию Чего Хорошего Потом Идет Снятие Вот Это Уже Следующее Первое Снятие Видите Здесь Водяные Наги Это Происходит На Берегу Моря Опять Там То Есть Уже Значит Это Говорит О том Что Это Место Магически Охранилось Очень Серьезно Вот И Следующее Значит Вот Видите Многомерка Пошла То То Есть Как Система Многомерных Координат И О чем Говорит О том Что С Этим Местом Связана Многомерная Магия Выходы В Параллельную Реальность Вот Ну И Вот Это Тоже Скан А Полиция Охраняют Там Все Там Автобусы Едут Сопровождение Полиции И так Далее То есть Там Серьезно Что Охраняют Ну Этих Священников Там 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 же Патриархи Разных Религий Ну Формально Там Типа Террористы Чтобы Не Напали Вот А Что Там На самом Деле Сами Сами Понимаете Кто Это Скажет Вот Ну Вот Здесь Смотрите Значит С Лабиринтами Тема Вот Марки Греческие С изображением Вот это Лабиринт Это Аполлон Это Конец 19 Века То есть Греции Не были Разрешены Это Купюра До Вступления В Евросоюз Видите Тоже В центре Лабиринта Ну И На Древнегреческих Монетах Как я Говорил Обромное Количество Было Изображений Лабиринтов Вот Датим Уже Я В принципе В Грецию Начал ездить С 90-х До Как Вообще За Границей Почему Что Я В принципе Работал В космосе На Военный Космос Занимался Созданием Космических Роботов И Соответственно Подготовкой Космонавтов Операторов Космических Канцеров Поэтому Соответственно С этими Допусками У меня Шансов Не было Даже Соц. Страны Поехать Ну Потом Уже Значит У меня Денька Соскочил Из Супер Секретности Начал Заниматься Чернобылем Интересный Опыт Получил Так что Я еще Ветеран Чернобыля Сила Есть По крайней Вере Мы Там Как раз Занимались Реабилитацией Реабилитаторов То есть Технологии Из космоса Использовали Для Восстановления Ликвидаторов Аварии Чернобыльской Так что И в Припяти В Чернобыле Было Много Раз И Конечно Это Отдельная Тема Место Удивительно Интересное Но Конечно Опасное Вот Возвращаясь К лабиринту Минотавра Вот Это Монета Древняя Которая Находится В музее Эрклеона В литературе Несложно Найти Потому Что Такой Табу Что Для Не знаю Там В основном Обычные Монеты С лабиринтами Какой Он показывал Вот Здесь Это Я Естественно В Коралл Дро Ввел Потому Что Она Одноцветная Вот Видите В центре Лабиринтная Часть И Снаружи Они Никак Не Связаны То Есть Лабиринт Очень Необычный Что То Похоже Есть Лабиринт Хобби Североамериканских Индейцев Тоже Убивительное Племя Но О них Тоже Времени Нет Рассказывает Связано С Меда Историей Потрясающей Конечно Индейцы И Для Меня Это Тоже Уровень Встречи С Далай Ламой Скажем Встречи С Монета С Обратной С Обратной Обратной С Минотавра Забища То Это Говорит О том Что Лабиринт Был Многомерный А Это Лабиринт Обычный То Здесь Вы Отсюда Попадаете В Центр То Это Без С Зеленый Зеленый Показано То Что Из Обычного Лабиринта Превращает Его Одномерно То Нечне Не Похоже То Без Раскратки Все Это Можно Не Увидеть Вот Ну Вот Лабиринтная Пещера Это Вход Значит Лабиринт Пещера Огромное Количество На Крете И Их Уже Много Лет Немцы Исследуют Есть Целая Серия Статей Три Основных Первая На половину На английский Переведена А остальное На немецкий Так что Кто немецкий Знаете Может Чем Их Картинки На везде Есть Ребята Такие Стелеологи Энтузиасты Опасно Исследовать Почему Потому Что После Немцев Они Заминированы Вот Центральная Пещера Она Каменоломни Там Как раз Камень Собирали Для Среди Дворца Кносос Вот Это Кносос Минус Дворец Я показывал Что Помните Вот Это Общий План Вот Это Количество Пещер На Крете Видите Это Все Пещеры Вот Это Главная Пещера Которая Для Кнососа Используется Она Самая Большая Она Вот Здесь Примерно На Курится А Вот Это Место Где Проходил Собор Вот Видите Да Вот Это И Там Вот Эта Пещера А Вот Ираклион Здесь На Курится Вот Сюда Сюда Арматурины Арматурины Сделаны И Вот Немцы Уже Такие Хадызни Сделали Представляете Забетонировано Все Вот Изображение Лабиринта На стенке Тоже Соседняя Пещера Это Где Вход Основной Вход Пещеру Взорвана То есть Там Уже Эти Ребята Через Боковые Вход Опять Я подчеркиваю Что Это Не Лабиринт Но По Принципу Подобия Те Кто Шаманимом Занимаются Знают Этот Принцип Из Пещеры Вы В Лабиринт Попасть Много Легче Поэтому Криты Был Выбран Почему Потому Что Если Поймел Антихрист Ему Нужна Помощь Из Пустороннего Мира Помощь Требует Портал Котовый Портал Связан С Демонической Реальностью Это Как Раз Видите Лабиринт Кейв Лабиринт Минотавра Тоже Изображение Лабиринта Этого Добра Там Много Ну И Соответственно Боеприпасы В остатке Эти Центральные Пещеры Кстати Тоже Если Хотите Вот Это Сайт Где На немецком Статье Про Забиринт Сайт Пещеры Лабиринт Вот Тоже Боеприпасы В остатке То есть Боеприпасы Думаю Там Такая История То есть Немцы Специально Заминировали Взрывчатки Снарядами Чтобы Если Они Выйдут На Лабиринт Минотавр Не смогут Его контролировать Взорвать Завалить И Конечно Когда Они Уже Покидали Крит При Поражении Войне Они Все Это Взорвали Можно Взорваться Раз Такой Может Если Они Добъезд И Снаряд Не Может Поэтому Туда Не Пускают Это Ребята Там Тихоря Теперь Смотрите Это Торговые Реды Которые Находятся Возле Дворца Относов В прошлом Году Еще Ни Одного Изображения Лабиринта Не было Я Уже Разговаривал Говорю Ребята Выгоду Пускайте Продавайте Бабки Вот Не Знаю Сейчас Все Лабиринтами Заварено Вот Смотрите Прямо Над Лавкой Изображение Лабиринта У входа В лавку Минотавр Кафешка Пассифая Мама Минотавра И Вот Таких Изображений На Майках Там Просто В море Разливанное То есть Минотавр Разображается Как Такой Славный Бычок Добрый И Под ним Лабиринт Всего Одну Майку Удалось Найти Вот Другая Майка С Тем Же С Где Изображены Тесеи Поражающие Минотавра И Вот Видите Куча Монет С Изображением Лабиринтов Вот Это Единственная Майка Где Тесеи Сражается С Минотавром Значит Это значит Что В Сознании Людей Активно Внедряется Образ Лабиринта Связан С демоническим Началом Просто Любой Магический Инструмент Он Может Дворяко Использоваться Для Светлых Сил И Для Темных Сил Вот Здесь Как раз Пример Использования Такого Лабиринта Как Инструменты Темных Сил Лабиринта Демонического Лабиринта Разрушительного Более того Там Даже Я Потом Уже Когда Скрип Уехал Информацию Собирал По Интернету Оказывается Там Возле Эрклеона Еще Даже Лунопарк С Минотавром Построили Там Тишек Запускают И Злодим Минотавр Поймать То есть Они Тоже Набегают То есть Вот За год Создали Мастейшую Индустрию Собиринтом Связанным Причем С его Демоническим Аспектом Но Не все Так Плохо И Светлые Силы Работают В этом Направлении Значит По Дороге Когда Мы Ехали В центральную Часть Крита Уже После Калибаря Заехали В одном Городке На берегу В магазин За едой И Увидели Вот Такую Сыр Ну Это Традиционный Расульный Сыр Веческий Типа Феты На котором Заружен Очень Интересный Лабиринтик Ну Я Вначале Подумал Что Вот Весь Этот Лабиринт Потом Уже В Москве Начал Разбирать Запутал Оказалось Что Вот Лабиринт Центр То есть Это Семеричный Лабиринт А Это Кольца С Мостиком Вначале Думал Что Это Пятнадцатиричный Вот Такой Лабиринт Есть В Скандинавии Вот Эту Сохранившуюся Из камня Сделал Но Это Казался Не Пятнадцатиричным Вот И В Греции Не Был Сырок С Изображением Лабиринта А Вот Такого Типа Отпечатки Лабиринтов На сыре Использовались В Швеции Это Вот Ящик С Изображением Лабиринтов В Котором Прессовали Сыр Получался Сыр Пять часов Жень А Ой Пять Понял То есть Все уже Кончаем Да Все Да Ну Одну минуту Буквально Все Все На следующий Да Извините Ну Тогда Что Давайте Сайтики Наши Покажу И там Все Эту Банонсу Посмотрите Которая Вас Интересуется Материал Огромный Но К сожалению Время Всегда Ограничено Накуда Не Делимся А Вас Семинар Жи Проводим Да Если Кто-то Хочет На Семинар Оставляйте Свои Координаты Мы Сообщим Вот Два Сайта Значит Смотрите Первое Это Сайт Нашего Российского Фонда Трансперсиональной Психологии Он связан Как раз С измененными Состояниями Сознания И так далее Видно Нормально Нужно Больше Сделать О Шалограмма Ну Что такое Шалограмма Это Раковина Связанная С вишну По нашему Трилобит Древняя Раковина Значит По индийским Легендам Это Ракушка Которая Имеет Пропорцию Золотого Сечения Она Вишну Длительное Время Его В свое время Наказали За один Проступок И Соответственно Она Несет Креативную Энергию Вишну Гораздо Более Широкий Спектр А Третий Ну Это Зеркало Сейчас Его Не Надо Использовать Просто А Программа Которую Вы Используете Как Она Называется Виртуальный Сканер Там Сайте Есть Можете Прочитать Да Ну Как Она Математика Как Она Работала На сайтах Есть Информация Когда Какие-то Новые Но Не Всегда Выкладываются Поэтому Если Хотите На Семинар Попасть Лучше Там Или На Сайте Вы Напишите Свои Координаты Вам Пришли Какую Тема Интересует Посмотрите Вот Или Сейчас По Мере Формирования Групп Вам Скажут Ну Там Темы Посмотрите Какие Семинары Есть Так Все Закрываем Ну Благодарю За внимание Извините Что Вы Не Спасибо Благодарю Продолжение следует...